Всем привет! Сегодня мы сделаем энергетик, который не будет так вреден, как магазинные. Точнее, целых три разной силы действия. Первый, немножечко взбодриться. Второй, если вы спали три часа, а у вас сегодня шесть пар. А третий, экстремальный. Ну что ж, начнем с первого способа, ведь он самый трудозатратный. Вам понадобится смесь замороженных фруктов, корень имбиря, мед и лимон. Берем два литра воды и выливаем ее в кастрюлю. А затем добавляем нашу овощную вкуснятину. Все это надо довести до кипения и варить в течение 20 минут. Одновременно с этим соскребаем кожицу с имбиря. Я люблю остринку, поэтому взял побольше и нарезал тонкими ломтиками. Далее берем лимон и с помощью терки добываем приличное количество цедры. А затем оставшийся лимон нужно нарезать и тоже добавить в кастрюльку. А вообще лучше два. Ух, и зелье мы сварим. Спустя 20 минут наш компотик уже готов. И остудив его до температуры 40 градусов, нужно добавить мед. В интернете пишут, что при нагревании мед выделяет что-то там опасное. На самом деле это не так. Он просто теряет свои полезные свойства. Но ничего плохого там не происходит. Поскольку все энергетики газированы, то и мы сделаем так же. Если вам приходилось пробовать выдавшуюся колу, например, то вы знаете каково это. Получается, что газы это существенная составляющая вкуса. Хотя наш напиток и так очень хорош. Насытить воду газом можно, если закачать в бутылку углекислоту под давлением. Мы уже много раз это делали с помощью CO2 баллончиков для велосипеда и крышки с переходничком под штуцер. Спустя 5 минут растворения газа мы получили вот такую жижу. Все, наверное, подумали. Почему бы просто не смешать сильногазированную воду и компот? Этому есть научное объяснение. По качану. Мы просто додумались до этого слишком поздно и, как всегда, усложнили себе жизнь. Этот напиток не позволит вам целую ночь писать конспекты или ехать за рулем, к примеру, если устали. Он скорее для спорта, чтобы немного взбодрить организм, не нанося ему никакого вреда, в отличие от более сильных энергетиков. Если вы хотели начать бегать по утрам, то этот компот, так сказать, поможет вам пробудиться, благодаря чему пробежка станет легче и приятнее. Энергия берется за счет сахара, а вкусный компотик просто повышает ваше настроение. Кстати, сама по себе небольшая пробежка утром взбодрит вас на целый день. А мы идем к следующему рецепту. И это даже не рецепт и не напиток. Нам нужен порошок, не тот, о котором вы подумали. Он называется гуарана. Просто добавьте ложку такого порошка в завтрак и размешайте. Получив такой завтрак, организм будет бодрствовать в течение 8 часов. Но у вас точно возник вопрос. Кто это вообще такое? Гуарана – это растение, зерна которого схожи с кофе. Только вещества, которые извлекаются из кофе, бодрят вас максимум на 2 часа и очень интенсивно. А гуарана имеет эффект слабее, но зато очень долгий. Этот энергетик, так сказать, годится, если у вас очень трудный день впереди. Для поездок за рулем, к примеру. Или если вы затеялись делать генеральную уборку дома, но желания что-то нет. Даже музыку не послушаешь. Пылесос мешает. Хотя нет, послушаешь. Если использовать беспроводные наушники с шумоподавлением. Ведь нет ничего лучше, чем пылесосить не под вот этот звук, а под качественно звучащую музычку. Эти легкие и компактные наушники как раз позволяют это делать. Шумодав, конечно, не панацея. Но если изначальный уровень шума был вот такой, то вставив самые обычные наушники в уши, он будет таким. А с шумодавом практически ничего не слышно. Какую бы длинную уборку вы не затеяли, батареи точно хватит. Ведь работают они 8 часов с шумодавом и 12 без. Благодаря магнитикам в каждом ухе их можно защелкнуть и не потерять. А трек сам поставится на паузу. Кстати, сделав это мокрыми руками, ничего не произойдет. Ведь они еще и защищены от влаги. А еще эти наушники хорошо подойдут, если вы часто ездите на общественном транспорте. Больше не будет никакого шума, только ваша музыка. В общем, хорошая вещь. Вы можете купить такие в салонах МТС или по ссылке в описании. А мы переходим к самому сильному энергетику. Это студентский вариант перед сессией. Ведь потребуется всего лишь растворимый кофе в стиках. Кстати, нам стало интересно, сколько людей предпочитают растворимый кофе, а сколько любят настоящий. Проголосуйте вот здесь. И кола, желательно побольше. На 1 литр напитка добавьте 2 стика кофе одинакового вкуса. Размешайте хорошенько и все. Эта адская жижа подходит для дезактивации Чернобыля, наверное. Что уж говорить о парочке конспектов, которые нужно выучить до завтра. Но, учтите, если у вас проблемы с сердцем, то никакие энергетики вообще употреблять нельзя. Да и в целом, это лишнее. Если уж и использовать их, то только такие, как в видео. А мы желаем, чтобы у вас всегда была куча жизненных сил, без энергетиков и всякой гадости. Всем пока!